МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Время говорить» главное на сегодня. Весна не за горами, синоптики по-прежнему обещают необычно тёплую для конца февраля-начало марта погоду. Сошёл с рельсов, к счастью, не в заправду. Оперативные службы отработали взаимодействие при аварии на железной дороге. Из Лондона в Рязань. Город готовится к выступлению знаменитых бурановских бабушек. Оно пройдёт в ближайшую субботу в рамках общегородского празднования Масленицы. Погода радует. Ночной морозец и яркое по-весеннему тёплое солнышко днём – такое отклонение от климатической февральской нормы не может не радовать. Тем более до наступления календарной весны осталось буквально несколько часов. Весна всерьёз и надолго? Этим вопросом мы заинтересовались и отправили съёмочную группу в областной гидромедцентр. В этом году зима только на пару недель показала нам, кто в доме хозяин. Колючие морозы, длившиеся три недели, лишь в редких случаях сопровождались осадками. Обычно самый суровый зимний месяц – февраль – сдался в весне уже на середине пути. Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время резких изменений в погоде тоже можно не ждать. 28 февраля и 1 марта по области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный слабый, а температура воздуха в ночные часы – минус 5, минус 10 градусов, местами по области до минус 15, а днём минус 3, плюс 2 градуса. А вот со 2 марта уже ожидается облачно с прояснениями и местами небольшие осадки, а температура воздуха чуть повыше. Ночные часы – минус 4, минус 9 градусов, днём – минус 2, плюс 3. Температурной нормой нашей полосы в феврале считается 8 градусов ниже нуля. На сегодняшний день средняя температура превышает эти показатели на 4,5 градуса. Рекордные цифры. Между тем, нельзя не обратить внимание на критически малое количество осадков. Скудный снег, который время от времени присыпал землю, таял буквально на следующий день. Отсюда вытекает множество других нюансов. Но весна пришла, солнышко припекает, мы убираем тулупы и пуховики на антресоли. Хорошо. Главное, чтобы упустившая своё время зима не решила навестить нас ещё раз в весенние месяцы. Необычной для февраля погодой воспользовались рязанские дорожники. В городе полным ходом идёт ямочный ремонт дорог. Большинство горожан, возможно, этого и не заметили, потому как работы ведутся исключительно в ночное время. Всего ямочный ремонт проходит на 15 улицах областного центра. Применяется так называемая технология холодного асфальта, позволяющая без ущерба для качества укладывать дорожное покрытие даже при минусовой температуре. Впрочем, в дирекции по благоустройству города заявляют, что масштабные ремонтные работы начнутся с уступлением тепла. Тогда будет применена технология ремонта дорог картами, уже опробированная в Рязани на протяжении последних двух лет. Также планируем по тем участкам, которые у нас находятся в достаточно аварийном состоянии, проведение ремонт дорог картами, которые отличительно разятся от ямочного ремонта. Если ямочный ремонт – это временные меры, то ремонт карты – это достаточно эффективная мера по ремонту участков, которые находятся, можно сказать, полностью в недовлетворительном состоянии. И ямочный ремонт не спасает вот эти участки дорог от деформации. Банк «Монолит» прекратил финансовые операции из-за закрытия корреспондентского счета Центральным банком России, сообщил сегодня и Тартас со ссылкой на колл-центр кредитной организации. В свою очередь, сайт банка уведомил о сокращении времени работы без объяснения причин. В Рязани имеется отделение Банка «Монолит». Оно располагается на Соборной улице. Как рассказали представители Центрального офиса Банка «Монолит», акционеры и руководство номеровались принять ряд антикризисных мер, например, продать часть кредитного портфеля и привлечь внешних инвесторов. Также отмечается, что банк, возможно, сократит часть персонала и закроет некоторые филиалы. О судьбе Рязанского пока ничего не известно. Рязанские полицейские вновь изъяли из незаконного оборота алкоголь. Масштабы впечатляют. Вот из этого помещения, где, судя по вывеске, торгуют цветами, изъяли свыше полутора тысяч литров спирта, содержащей продукции и более 400 коробок с так называемым элитным алкоголем – виски, коньяком и так далее. Как выяснили полицейские, вывеска «Живые цветы» была только ширмой. В доме на дворной постройке и гараже предпринимателя хранилось 7 200-литровых и 35-литровых канистр со спиртом, а также 407 ящиков с алкогольной продукцией различных зарубежных и отечественных брендов. Представленному у флориста ассортименту водки, текилы, коньяка, виски и вина позавидовал бы хороший магазин. Алкогольная продукция даже на первый взгляд была с признаками контрафакта. Вся данная продукция была маркирована акцизными марками, содержащими явные признаки поделки. В настоящее время осуществляется дальнейшее оперативное восстановление предприятия, при том которых в отношении данного лица будет принято процессуальное решение. Он будет привлечен к ответственности. В Рязани сегодня отрабатывали ликвидацию аварии на железной дороге. Сотрудники МЧС провели учения в Борках. По замыслу тренировки в Рязанской области в результате дорожно-транспортного происшествия с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда. В одном из них начался пожар. Силами УМВД по Рязанской области была организована охрана общественного порядка, проводилось патрулирование, осуществлялось сопровождение автомобилей с пострадавшими. Пожарные расчеты, а также специальная бригада пожарного поезда провели тушение огня с использованием пены. Спасатели эвакуировали пострадавших пассажиров, в том числе детей. Бригады медиков оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и доставили их в лечебные учреждения. После этого бригада аварийно-восстановительного поезда провела работы по возвращению сошедшего вагона на рельсы. Вердикт руководства регионального управления МЧС. Каждая из оперативных служб региона справилась с поставленными задачами. В Рязани полным ходом идут масленичные гуляния. Сегодня на площади Победы праздник отмечали студенты Рязанского госуниверситета. Студенты Рязанского государственного университета провели традиционные гуляния, посвященные празднику проводов зимы. Во дворе факультета экономики развернулась настоящая ярмарка с песнями, веселыми играми, танцами и обязательным атрибутом масленицы – блинами. Ребятам очень нравится, они очень талантливы в этом. По всем традициям, с размахом, в Рязани масленицу отмечать любят, а главное умеют. Десятки видов блинов с вареньем, сметаной и другими наполнителями, сдобренные горячим чаем. Ну что может быть вкуснее? Это студенчество. То есть мы все вспоминаем свои студенческие годы, как самое хорошее, самое дружное и так далее. Мы сейчас находимся со студентами как преподавательское студентское братство. И вот если они попали в эту семью, вот они перваки, они вот в этой традиции и живут, и варятся. И они все вот в этом. Ну а в завершении гуляний студенты РГУ сожгут чучело, олицетворяющее русскую зиму. Тем более, что весна уже победила в борьбе сезонов, заняв уверенную позицию в нашем регионе. Ну а главная масленица пройдет в Рязани в предстоящую субботу, 1 марта. Впервые местом ее проведения будет площадка перед Центральным спортивным комплексом. Организаторы надеются, что новая площадка понравится горожанам. Ведь исторически еще в 80-х годах масленицу праздновали именно здесь, неподалеку, в Центральном парке культуры и отдыха. Это уже потом эпицентр переместился на Соборную площадь. К тому же проведение масштабного праздника у ЦСКА не приведет к перекрытию дорожного движения, а сама масленичная территория будет в 4 раза больше, чем ранее. Соответственно, увеличатся обжорные ряды, в 3 раза вырастет молодежная площадка. В рамках праздника состоится торжественное открытие Года национальных культур, пройдут спортивные соревнования по ориентированию и картингу. Ну а гвоздем праздника станет выступление знаменитых бурановских бабушек. В Рязани они еще никогда не пели, зато в интернете мы нашли видеоролик с выступлением на Масленице в Лондоне. Позвольте мне победить, но если я не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке. Именно под таким девизом выступают в различных соревнованиях участники специальной олимпиады. В Рязани сегодня прошел турнир по настольному теннису. Наша организация в Рязани – это региональное отделение специальной олимпиады России для детей с отклонениями в развитии. Мы проводим соревнования среди школ-интернатов в Рязанской области. Не первый раз. Мы проводим это в третий раз. Первый мы проводили мини-футбол, плавание, и вот теперь мы проводим теннис. Соревнования направлены на то, чтобы дети больше узнали друг о друге, чтобы больше социализировались в обществе, и чтобы дети, у которых нет отклонений в развитии, по-другому относились к этим детям. Специальная олимпиада «Всемирное движение», занимающаяся организацией комплексов физкультурно-оздоровительных занятий и проведением соревнований для лиц с нарушением интеллекта. В нашей стране развитие этого движения осуществляет специальная олимпиада России – общероссийская общественная благотворительная организация помощи инвалидам. В Рязани она действует совсем недавно, всего пару лет, но и за это время наша команда приняла участие в соревнованиях по плаванию и мини-футболу. И, между прочим, взяли чемпионские места. И на сегодня это все. В программе «Подробности», которая в эфире буквально через несколько секунд, вторая часть интервью с начальником Государственной жилищной инспекции Рязанской области Владимиром Кровчуком. Тема разговора – капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.